В прошлом видео при прокачке забора многие спросили, почему заборинок осталось 10, ведь его еще очень много. Так вот, на ТХ-15 сейчас нельзя прокачать больше 200 заборинок. Так что забор практически зафулин, и сегодня прокачаю два последних строения дефа. Всем здорова, друзья, с вами Дим, и это новое видео на аккаунте Крах. И сегодня оно будет особенное, ведь я поставлю последние строения дефа. И да, это будет фул ТХ-15 на сегодняшний день, ведь разработчики пока не внесли обнову, где мы можем докачать остальной дефенс и остальную часть забора. А ведь остальная часть, кстати, довольно-таки большая. Это получается 200 заборинок качали и плюс еще 150. Ну, можно сказать, половину заборинок еще нужно будет потом прокачивать. Но, по идее, когда я буду уже фул, это не будет какой-то проблемой. Но знаете, в чем я ошибся? В том, что я изначально не качал активно питомцев. Капец, как они долго качаются. Это жесть. Я даже не зафулил двух новых питомцев еще, а мне еще двоих нужно прокачивать. И это, я думаю, месяц, наверное, точно уйдет. Так что, если даже я зафулю базу, то животных я никак не зафулю так быстро. Поэтому сегодня прокачаем две пушечки ластовые и немного забора. Я его сегодня не зафулю, но немножечко прокачаю. Ах да, самые внимательные заметили, что нужно еще прокачивать ловушки. Но они качаются недолго, поэтому... Сколько? Блин, гребаные ловушки. Ну, нет, я все равно их быстрее вкачаю, чем питомцев. Это однозначно. Ну, капец, они долго качаются, конечно. Но изначально я бы сегодня, знаете, что сделал? Потратил ресурсики. Ведь я сегодня немножечко пофармил, попроходил пропуск. У меня тут накопились уже какие-то ресурсы. Я могу сегодня заюзать руну и, ну, как бы прокачать забор. Но сегодня я этого делать не буду. Так что собираем награды, которые мне сейчас необходимы. Ну, либо просто я их соберу и все на этом, как бы забуду про них. Тут однозначно пока собирать не буду, так как может быть обновы. И у меня будет две руны на обнову на ДС. Так что пока что пускай висит. Мало ли, вдруг пригодится. Это действие тоже пока что не продаем. Лопатку продам. Это пускай тоже висит. Короче говоря, не буду собирать награды, которые помогут в развитии на ДС. Возможно, появятся заклинания на ДС. Но я до сих пор на это надеюсь, как бы. Так что пускай книга заклинаний тоже висит. Мало ли, вдруг пригодится. Дорченский мне пригодится, когда я куплю книгу героев. И прокачаю сразу же Снежочка на 10 уровень. Мне потребуется очень много Дарка. И руна Дарка там тоже, кстати, понадобится. Так что вот такая вот история. Сейчас у нас удешевился немножко забор. Так что бамс. Еще раз бамс. Короче говоря, это сколько у нас сейчас прокачается? Это у нас... Ох, кстати, нормально так прокачается. Я же сейчас еще немножко пойду поатакую. Плюс у меня вот здесь ресурсы как бы имеются. Угу. А это значит, что мы можем себе позволить на прокачку поставить пушечку. А потом вот так вот ее бамс завершить. Конечно, ресурсов остается очень мало. Но это лучше, чем ждать строителя. Хотя, кстати, сегодня он освобождается. Так что еще придется фармить. Короче говоря, сейчас мне нужно идти в бой и формировать еще около 6 миллионов. Миллион 300 золота. Как вы думаете, пропущу я его или нет? Да, конечно, он и неинтересный будет в плане атаки. Я и так его затрешу. Но я, конечно же, не пропущу. Сегодня у меня задача не показать вам красивую атаку, а просто нафармить уже на последнюю гребаную пушку. И все. Я закончу с дефом. Хотя ловушки тоже, по сути, можно приписать к дефу. Но из строений дефа, которые апаются по полмесяца, это последнее. И это капец как меня радует и в то же время печалит. Потому что, ну как бы, ты фул. Ну, я просто помню, когда я был в фул ТХ-14. Да и вы, наверное, помните. Просто записываешь видео. Всем привет, я фул ТХ-14. И сегодня у меня нихрена не изменилось. И сегодня я ничего не делаю. Вот, как бы, вот так вот. Поэтому, друзья, я надеюсь, что ДСК будет интересная. И они нас будут спонсировать, разработчики, контентом. И как раз таки будет, что вам показывать. А не просто, как я всегда это делаю. Всем привет, с вами фул ТХ-14. Ага. Так что, я только на это и рассчитываю. Ведь все-таки, эта обнова от разработчиков закончилась как-то быстро. Это, считай, сколько. Если в этом месяце, до конца 24-го где-то, да, до 24-го, если я зафулюсь. То, получается, я зафулил ТХ-15 с фул ТХ-14 за 4 месяца. Не, ну, конечно, много, да. Но, все же, слушайте, для ТХ-15, где по полмесяца все апается. И это, заметьте, с пропуском. Ну, блин, достаточно долго, конечно, да. Хотя, по сути, если смотреть в общем масштабе, то, в принципе, быстро. Что-то какой-то фарм просроченный. Возможно, потому что я до этого гоблинами фармил. Но, сейчас я больше 600 тысяч найти вообще не могу. А фармить нормальным миксом 600 тысяч, ну, такое себе. Тут, конечно, элика прям полно. Но, сфармить тут, по сути, ну, не нужен, короче. Можно, но не нужно. Короче говоря, сижу в поиске. Ищу тупо эликсир. Опять эликсир? Меня игра, походу, скамит на золото. Я не знаю, с чем это связано. Но, скорее всего, да. Я буду бить этого соперника. Так что, давайте пытаться. Закидываю вот сюда вот королеву. Делаем вот так. Делаем вот так. Вот так. Ну, и пробиваем стеночку. Вот так вот, да. Другую сторону буду чистить, наверное, кин... Блин, я случайно нажал. Капец, нубство. Ладно. Окей, окей. Тогда, сейчас заберем орла. Давайте рейджика даже накину. А потом уже монолитика заберем на изичи просто. Все шикарно. Орла забрали, так что забираем монолита. Закидываем хранителя. Хранителя. Чемпионку. Ну, как бы и все. Ну, как бы да. Ну, как бы вот так вот все и работает у нас. Так, закидываем сюда хил. Видно, что тут прожим идет какой-то дикий. Давайте вот здесь закинем. Ой-ой-ой, куда мы лезем? Блин, ну елки-палки, тупые хилки. Осуждаю их, конечно же. Давайте прожму, чтобы королева осталась живой. Но я не прощаю такого, конечно, королевишни прям совсем. Давайте здесь закинем вот это дело. Он мне, по сути, тут нафиг не сдался. Да, это факт. Но, как бы, может быть, чем-нибудь он тут и поможет. Чемпионка проражалась. Хил накидывать пока не... А, вот, вот сюда можно, да. Тут основная масса шахтеров, которая выжила. Так что сюда хил идеально залетел. С Капатика мы сейчас благополучно забираем... А, еще и с шахтером забираем ТХ. Четырех лучниц закидываем куда-нибудь вот сюда. Кстати, фигасе, молодец какой Феникс. В соло забрал башню лучниц. Вот это, конечно, респект. Героев, конечно, не остается после этой атаки. Но, хоть такой фарм и то нормально. Но, как вы понимаете, все равно придется мне сейчас воспользоваться помощью гоблинов. Ведь, все-таки, пушка стоит 15,5 миллионов. Не, ну, все-таки гоблины это классная штука. Тебе не нужно ждать полный микс. Тебе не нужно брать звезду. Да и играть тоже с умом как-то тоже не нужно. Просто находишь вот такого соперника, где сборщики на улице находятся. Хранилище на улице. И воруешь около 800 тысяч. Ну, по крайней мере, я пока на это рассчитываю. Так что, пытаемся сейчас украсть с этого персонажа. Хотя, что-то я смотрю, блин. И мне кажется, что мы сейчас нифига не украдем. Я, правда, не знаю, где тут ресурсы тогда получается. 400 тысяч, ладно, украли. А где? А вот еще ресурсы, кстати, есть. И до ратуши мы можем добежать. Я тоже быстренько вот так вот фаст, фаст, фастом, фастом, фастом. Ну-ка, вот так вот парочку гоблинов сначала. Опачки, торнадо тут нас встречает. Но, да, гоблины, да. Ладно, хорошо, что хоть только двоих скинул. О, торнадо до сих пор действовало. Но какая мы забираем благополучно. И теперь поболее закидываем вот так вот гоблинов. Блин, жаль, конечно, что у нас нету там рейджа. Но, как бы, ладно. Придется мне вот так вот закинуть, иначе мы тх не заберем. Потому что гоблинов осталось мало. Но, как видите, целая куча ресурсиков к нам уже залетает. Ну, вот и все, друзья. Это последний соперник, который мне необходим. Немножечко, там буквально 200 тысяч золота не хватает. И, кстати, обратите внимание, какая у него расстановка. Поэтому и решил показать, в принципе. Так что давайте заберем изначально золото. А уже дальше с какой-нибудь стороны я залечу с джампом, рейджом. Ну и попробуем что-нибудь еще унести. Сюда еще давайте. Конечно, было бы правильнее гоблинов закинуть, наверное, на хранилище. Но гоблинов, сами видите, сколько. Так что тут, я думаю, правильно сделать именно так. В ккао у меня нифига нет. Так что закидываем вот так, вот так. Вот там что у меня. Ну, две лучницы, не столь важно. Поэтому вот так вот сделаем рейджик, джампик, прожимаем абсолютно все. И через какое-то время, вот, например, сейчас прожимаю еще и хранителя. Сколько же там скелетов, обалдеть. Эх, хотелось бы, конечно, тут еще забрать ТХ. Там так-то тоже есть немножко ресурсов. И мы это делаем. Отлично. Вот, как раз-таки у меня есть нужное количество ресурсов. И, как вы понимаете, я могу вкачать еще одну заборинку. Ведь это самое главное. Еще бы немножко пофармить, я бы еще был, еще бы смог одну апнуть. Но, ладно, я успею вкачать. Тем более, сегодня уже 5 штучек апнуто. Ну и теперь остается сделать последнее действие. И из списка пропадет один вид дефа. Это пушечки. Обалдеть. Остается вкачать только бимбы, 5 стен и все. Фулл ТХ 15. Конечно же, на этом не заканчивается развитие этого аккаунта. Нужно выполнять некоторые ачивки в профиле. Их, кстати говоря, достаточно много. Ну и плюсом проходить гоблинов. Ведь я этого еще не сделал на этом аккаунте. Так что, друзья, ставим лайк, подписываемся на канал. И следим за дальнейшим развитием этого аккаунта. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok